Привет, друзья! Многие из нас ежедневно сталкиваются с разного рода проблемами и неудобствами, которые совсем от нас не зависят и на которые мы, обычные люди, никак не можем повлиять. У всех это совсем разные вещи. Кому идти полкилометра до ближайшей остановки, хотя можно было бы её установить поблизости? Кто-то вынужден искать ближайшую урну аж у соседнего дома, а кто-то, возможно, вообще живёт возле железной дороги и шум пролетающих рядом составов не даёт уснуть всю ночь. Но так или иначе мы меримся, принимаем это как должное, стараемся находить даже в негативе позитив и как следствие просто свыкаемся. Дескать, а что я могу изменить? Но, как показывает наша история, всего одной надписью на своей крыше можно стать не только популярным на всю Америку и получить статус тролля номер один, но и заставить шевелиться многомиллионные корпорации. Этого уже пожилого человека зовут Марк Губин, а за ним давно закрепился статус тролля высочайшего уровня. Его история началась ещё в далёком 1978 году, когда у него и появилась эта идея. Всё дело в том, что мужчина живёт буквально рядом с аэропортом и каждый раз, когда самолёты идут на посадку, пролетая, они оказываются аккуратно от головой нашего героя. Да так, что с иллюминаторов можно рассмотреть цветы в его саду. И, к слову, ничего кроме стандартных построек и унылых пейзажей не привлекало взгляд пассажиров, ничего до того момента, пока на крыше дома Марка не появилась эта надпись, которая гласила следующее «Добро пожаловать в Кливленд». Казалось бы, ну и что тут такого необычного? Но всё дело в том, что Марк живёт в Милуоке, на 700 километров западнее от Кливленда. Официально существуют две разные версии появления этого чуда-шедевра. Одна из них гласит, что идея нанести надпись появилась, когда Марк обедал на своей крыше с ассистенткой. Она обратила внимание на низколетящий самолёт и сказала, что было бы мило сделать знак с приглашением в Милуоке. Но мужчина, немного подумав, ответил, «А знаешь, у меня есть идея получше». Он взял обычный валик, белую краску и создал знак Кливленда двухметровыми буквами. В некоторых источниках существует альтернативный вариант. Всё дело в том, что когда Марк был ещё молодой, он не мог крепко спать. Самолёты его сильно беспокоили, и с годами у него развилась чувствительность к шуму. Поэтому Марк на крыше своего дома и вывел белой краской эту огромную надпись. Да так, что спустя несколько дней после этого о нём заговорила вся Америка. Уже в скором времени пассажиры самолётов, заходящих на посадку, были сбиты с толку, и не только они. Поначалу даже пилоты, летящие в международный аэропорт Митчелла в Милуоке, сверяли маршрут. Как это так? Мы летим в Милуоке, а пролетаем над Кливлендом? Что вообще происходит? Удивлённые путешественники устраивали форменные истерики, увидев надпись и решив, что прилетели не туда. И стюардессам приходилось каждый раз их успокаивать, когда нервные пассажиры нажимали на световой индикатор, увидев табличку. Как бы там ни было, но в конце 70-х в связи с этой обычной табличкой на своей крыше Марк добился своего. Лётчики стали облетать его дом стороной, а авиадиспетчеры немного изменили маршрут. И наш тролль смог нормально высыпаться. Но далеко не все были в восторге от этой идеи. Когда надписи узнало огромное количество людей, появились и возмущённые. Они стали писать Марку письма с требованиями убрать свою надпись, ибо она создаёт дискомфорт. Другие же стали жаловаться в мэрию, забрасывая её огромным количеством писем. Всего одна надпись на крыше частного дома создала огромный резонанс. Они снимали свои репортажи телевизионные гиганты и все ведущие американские СМИ. Власти даже задумались о том, чтобы выписать Марку огромный штраф и заставить его убрать свою надпись. Но на его сторону стал тогдашний мэр Милуоки. Он написал Марку письмо и заявил, что всё написанное на крыше – истинная правда. «Я сам недавно был в Кливленде и могу подтвердить, что там любой будет принят доброжелательно, там рады всем. Так что же, нам теперь наказывать его за правду? Как ни крути, а ведь он прав. В Кливленде рады всем, и не важно, где это запечатлено – на крыше дома или на въезде в сам Кливленд». Но поступок мужчины заставил всё же пересмотреть некоторые законодательные акты. И с тех пор в городе больше не допускаются большие, вводящие в заблуждение знаки и надписи. Но его добро пожаловать уже устраивает всех, так как о нём знают многие. И это уже стало своего рода визитной карточкой города и достопримечательностью. Даже сейчас, спустя 40 лет, Марк с постоянной регулярностью обновляет свою надпись краской в белый или жёлтый цвет каждые 3-4 года. В наши дни самолёты всё так же летают над домом Марка, но он уже привык и не возмущается. А возможно, возраст уже такой, что он их даже и не слышит, так как сейчас ему уже 78, и он давно на пенсии. Каждый день он выходит к себе на крышу и провожает взглядом пролетающую над ним самолёты, после чего машет им рукой. А летящие в них пассажиры, в свою очередь, высматривают этого старика-тролля, который стал уже постоянным ориентиром и гарантом того, что вы успешно добрались в Милуоке. В общем, вот такая необычная история. Самая обычная надпись на крыше дома, которая стала мега популярной и до сих пор вводит в заблуждение десятки тысяч людей ежегодно, тех, кто с ней ещё не знаком. Друзья, а как вам такая креативная идея мужчины? Обязательно пишите своё мнение в комментариях, будет интересно о нём узнать. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось и до скорого!